Здравствуйте! Это Стихия. На телеканале Архиз-24 снова поэтическая программа, которая уже много лет выходит в эфир. Я каждый раз приветствую вас и готов поделиться с вами интересными стихотворениями и интересными поэтами. И сегодняшний день не исключение. В этом выпуске мы снова заглянем в наш поэтический календарь. Каждая неделя приносит нам знаковые поэтические имена и поэтические даты. И каждая неделя ознаменовывается действительно интересными поэтическими открытиями. И вот, первая дата, которой я хотел бы сегодня поделиться, это 22 ноября 1928 года. Имя, которое знакомо особенно старшему поколению очень хорошо, особенно тем людям, чья юность пришлась, чья молодость пришлась на 60-е, 70-е, 80-е. 22 ноября 1928 года родился Николай Николаевич Добронравов. Это поэт, автор песен, писатель, драматург. Автор просто неимоверного числа хитов, шлягеров, песен, которые остались до сих пор любимыми нашим народом и до сих пор слушаются очень даже хорошо, являются актуальными для всех нас. То есть песни на все времена без преувеличения. Но при всем при этом Николай Николаевич отличает от других поэтов-песенников то, что его тексты можно читать и как отдельные стихи, без музыки. И несут они в себе, конечно, колоссальную смысловую нагрузку. Очень хорошие стихи, очень качественные и очень хорошие образы. И вот я сделал небольшую подборку стихотворений Николая Добронравова. Есть среди них и простые стихи, есть среди них и песни. Я думаю, вы их узнаете. Почитай мне стихи, буду слушать я твой голос негромкий. В эту зимнюю ночь я открою ворота весни. Почитай мне стихи, о далекой, как сон незнакомки. Почитай мне стихи, о пленившейши раз шаганы. Нас к холодным огням зазывают электрогитары. Все насыщеннее дни, все короче, влюбленности срок. Только демон летит, все летит к изголовью Тамары. Все звучит над землей, бесконечный его монолог. Наша юность уйдет, как уходит с проспектов в трамвай. И встречаться другим с непохожей на нашу весной остаются стихи. Остаются стихи, и я знаю. Все стихи на земле о тебе, о тебе об одной. Небо, звездная река, разлука на карте. Я люблю вас, а пока прощайте. Прощайте. Я сжигающий мосты, молитвам не внемлю. Страшно с гордой высоты спускаться на землю. Век печали и утрат, мы оба несчастны. Гаснет свет земных лампад, а звезды не гаснут. Мы уходим от себя в ненастье и роздых. Но решается судьба по звездам, по звездам. Даже звездный океан сегодня непрочен. Наш космический роман окончен, окончен. Небо, звездная река, разлука на карте. Я люблю вас, а пока прощайте, прощайте. Ваши ясные глаза, как звезды прекрасны. Гаснут дни и голоса, а звезды не гаснут. Небо, звездная река, разлука на карте. Я люблю вас, а пока прощайте, прощайте. Покидают нас грозы весенние. Мы лелеем дешевую прибыль. Подари мне не ложь во спасение. Подари мне любовь на погибель. Сойти с ума от этих глаз. Пусть скажет, жизнь не удалась. Хочу сгореть в твоем огне. Разбей на счастье сердце мне. На ходу, обвинявшись уколами, Примеряем мы маску паяться. Все хотим оказаться веселыми. Так стараемся петь и смеяться. Так внезапно наступит прохлада. Ты вздохнешь, ты к окну отвернешься. Не вздыхай, я пойму с полувзгляда, Ты ко мне никогда не вернешься. В это небо мы вместе взлетали, Но последний мотор зачехлили. Так давно нас с тобой разлучали, Так легко нас с тобой разлучили. Тихо вздрогнут озябшие ели, И когда среди ночи проснешься, Спросишь ты у себя, Неужели ты ко мне никогда не вернешься? Мы следы отпылавшего звука, Ты сквозь слезы себе улыбнешься. Были мы рождены друг для друга, Ты ко мне никогда не вернешься. Раз взглянувший в запретные выси, Всем святым за прозрение заплатит, Словно храм расписал Дионисий, И горят купола на закате, А под утро сверкнет в поднебесье, То ли первая горстка Пороши, То ли след реактивных инверсий. Ты никогда ко мне не вернешься. Мы движемся дальше. Вторая дата нашего сегодняшнего выпуска, Тоже 22 ноября, но 1934 года. Это дата рождения Анатолия Григорьевича Поперечного. Это действительно очень интересный русский поэт. Кстати, тоже автор песен. Что чувствуется? Все равно вот поэты-песенники В своих произведениях Всегда улавливают какой-то особенный ритм, И кажется, как будто, когда ты читаешь эти стихи, У тебя в голове рождается какая-то музыка, Какая-то мелодия. Действительно, произведения поэтов-песенников Всегда мелодичны. Это и отличает их от просто поэтов. Я не знаю, плохо это или хорошо, Потому что к поэтам-песенникам Обычно в литературных кругах Относится как-то чуть-чуть скептически, Но я считаю, что это незаслуженно, Потому что тот поэт, в котором живут стихи, И в то же самое время живет и музыка, Создают действительно очень мелодичные произведения. А на деревне тихо-тихо, И мне понятно, это тишь. Луна качается, как тыква, И опускается в камыш. Коровы спят, и спят телята, И спит тяжелая в потьмах Хозяйка их, и пахнет мятой, И сон травою дом пропах. Лишь я не сплю, той тишиною, И звездопадом в травы сбит, Москвою, другом и женою, Как бы навеки позабыт, Как тот пловец, что до середины Доплыл и кану вглубь один. Но нет, я жив, И так сродни мне земля, Дымящийся овин, За огородом, поле в маках, И лодки в гиблых камышах, И чуть светящийся во мраке Толь купол храма, Толь очаг. Я здесь родился, В тополь вырос, Почуяла песни с нобки звон, Той, что не надобно на вынос, На площадной аукцион. Актриса. Сыграй ты мне золушку, Милую дуру, Сыграй мне отчаяние, Хоть под авто, Сыграй мне себя, А не контрфигуру Просто так, ни за что. Сыграй, о дитя, Оскорбленных предместий, Как умник сыграл бы роль дурака, Убийцу, судья, Всепрощение, возмездие, Гриб атомный, Гриб, что растет у пенька. А ты удивительно, Быть и не быть, Всегда ты за кадром, Весь облик твой странен, Весок твой прострелен, И грима не смыть, Ты миром забыта, Ты милым забита. И рубчатый след от того колеса, Тебя переехала века орбита, Арбани удач, Или просто слеза, Лесо твое надвое перечеркнуло. Ах, черная тушь, Пьян был старый гример, Не плачь, я, как ты, Тоже контрфигура, А кто-то другой, Гениальный актер. Я тоже под поезд с обрыва, И с кручей, Я в самую драку молчанья храня, А он вынимает платочек, Так скучен, Хоть били по морде В той драке меня. И кто мне поверит, Что сбудется чудо, И нам в кои веки С тобой повезет, Что в кадре за кадром, А в кадре мы, люди, И ты крупным планом Во весь горизонт. А я за хвост судьбу ловил, А я шутил, А я смеялся, А я всерьез так не любил, Хоть часто все-таки влюблялся. А перверту, А перверта, Перевернуть я мир старался, Жил, не тужил, Был весел, пьян, В морях блаженства я купался, И все ж в селки, И все ж в капкан Однажды все-таки попался, А перверту, А перверта Сам от себя сбежать пытался. Но дурманин хмелем чар В ее тисках затрепыхался, И я вырывался, Я рычал, И все ж на милость ей сдавался, А перверту, А перверта, Как зверь, В капкан любви попался, И оттого я статус-кво Обрел и без потери крови, Став вероподданным ее, Ее величество любови. А перверту, А перверта, Не отвертелся от любови. Ах, перверту, Ах, перверта, Куда деваться от любови? Ну и третья дата Нашего сегодняшнего выпуска. Это классик. 25 ноября 1717 года Родился Александр Сумароков, Поэт, Драматург и писатель. Автор репертуара Первого русского театра. Но один из крупнейших представителей Русской литературы Своего периода. Действительно, Человек, Впитавший Все традиции поэзии Той эпохи, Того времени, И отобразивший Этот век Действительно, Интересный, Красочный, Неоднозначный В своих произведениях. Трудится тот в отчо, Кто разумом своим Лишь разум заражает, Не стихотворец тот еще, Кто только мысль изображает, Холодную имея кровь. Но стихотворец тот, Кто сердце заражает И чувстве изображает, Горячую имея кровь. Царица, Муз, Любовь. Парнастским жителем Назваться я не смею, Я сладости твои Почувствовать умею, Но что я чувствую, Когда скажу Солгу, А точно вымолвить об этом Не могу. Молитва Не терпи, О Божьей власти, Беззаконных ты людей, Кои делают напасти Только силою своей. Сколько злоба, Возвышенно, Столько правда устрашенно, Не на то даны дни века, Чтоб друг друга нам губить, Человеку человека Творче ты велел любить. Кто как титлами не славен, Пред тобой с последним равен. Титла громкого садетель, Часто развращенный свет, Лишь едино добродетель Преимущество дает, И она всего дороже. Защищай ее ты, Божий. Не трать, красавица, Ты времени напрасно. Любися, Без любви Все в свете суеты. Жалей и не теряй Прелестной красоты, Чтоб больше не тужить, Чтоб век прошел несчастно. Любися в младости, Доколе сердце страстно. Как младость пролетит, Ты будешь уж не ты. Плети себе венки, Покаместь есть цветы, Гуляй в садах весной, А осенью ненастно. Взгляни, когда взгляни На розовый цветок, Тогда, когда уже завял Ея листок, И красота твоя Подобно ей завянет. Не трать своих ты дней, Таколь ты не стара, И знай, что на тебя Никто тогда не взглянет, Когда, как розы сей, Пройдет твоя пора. Такое вот интересное Напоминание, Обращение к девушке. Так что, Влюбляйтесь вовремя, Пока еще молоды, Как говорится в этом стихотворении. Как вы видите, Даже стихи XVIII века До сих пор остаются актуальными. Те темы, Те вопросы, Которые поднимает он В своих произведениях, До сих пор Можно, В принципе, Обратить и к нашей современности. Все это до сих пор актуально. Я думаю, Что они будут актуальны Также во все времена. Ну что же, Вот такие вот поэты, Такие авторы были В нашей сегодняшней передаче, Дорогие друзья, Я надеюсь, Что вам запомнились Эти произведения, Они вас заинтересовали, И вы готовы Получше, Поближе изучить Их творчество. Для этого и создан Наш проект «Стихия», Чтобы пробуждать В людях Интерес к поэзии. Всем до скорого, До свидания, Увидимся на телеканале Архайз24.